Барьеру на шляху гандлево-экономичной интеграции обедюх краин пакуль хапая. И об их на посаджении кажуть открыто. Сиротная больше актуальных задач – створение умов для добросумленной конкуренции. У Беларуси и России разные подходы до доступа субъекту господарания на рынок держзаказу, субсидирования и предоставления льгот. Нередкие выпадки, когда льготная политика удочинения недоеченных предприемствов перешкоджает соперничество с организациями краины-суседки. Им приходится снижать отпускные цены, что экономично невыгодно. Сегодня у нас есть различные подходы в законодательстве двух государств вообще по институтам. Вот, допустим, в Российской Федерации есть целый институт территории опережающего развития. Это льготный, да, определенный режим предоставляется для этих территорий. У нас нет в Республике Беларусь такого института. У нас есть зоны свободного экономического развития, где свой льготный режим идет для субъектов хозяйствования. И, конечно, здесь есть проблемы. Здесь нужно тоже выравнивать вот эти два института. Для наших же субъектов хозяйствования. Особная тема – приграничное супрационерство. Рост региональных показчиков экономичных взносинов сегодня высший за огульнодержавные. Например, Смоленская область мает товарооборот с нашей краиной в полтора миллиарда долларов, и это далеко не мяжа. Однако практически каждый из запрошенных на посержение представников регионов Беларуси и России означает такую проблему. Немогчима у якости особных субъектов быть заказчиком программ союзной державы. Тем часам это поскорило бы интеграцию сферы гандлево-экономичных взносинов. Пропоную, будут у худшем часе пропрацоваться. И выники обмяркують уверенность не на пятом форуме регионов у Могилеви. Практика работы к субъектам при граничных территориях, будь то Могилев, Брянск, Гомель, Псков, действительно, мы идем от жизни, от конкретных проблем, где главы субъектов выговорят о том, что их беспокоят, и пытаемся это трансформировать в законодательные инициативы. У протяг темы ровных правов субъектов господарания ровные правы и простых людей. Это тычется у первую чергу однолького доступа для грамадян обеде Украин до адукации и медицины. Сегодня мы не можем констатировать, что решены все проблемы в обеспечении прав граждан Беларуси и России. И поэтому мы подготовили такой итоговый документ по всем сферам в виде рекомендаций. Мы подготовили. И результатом этих рекомендаций будет то, что они направляются в совмин союзного государства и в постком. Так само парламентары обмерковали створение молодежной палаты при парламентском сходе Союза Беларуси и России. Идея была подтримана в червене минулого года на 52-й сессии. У составу войдут по 20 грамадян с каждой краины. Их работа распочнется уже в ближайшие месяцы. Сроки у нас достаточно ограничены. К апрелю месяцу должны быть делегированы представители уже в молодежную палату. Потому что на апрель месяц запланировано проведение уже первого заседания в молодежной палаты. К маю месяцу какие-то решения молодежной палаты будут уже выноситься на заседание самого парламентского собрания. Молодежный парламент вообще не надо ограничивать ни в каких темах абсолютно. Потому что у нас такая практика в России уже существует. У нас существует молодежный парламент, который мы сегодня, их представители, будем делегировать уже в нашу, скажем так, реальность сегодняшнего союзного государства. И я уверен, что молодежи абсолютно ограничены не надо. Они у нас очень умные, очень коммуникабельные. И я уверен, что они предложат максимально большое количество решений вопросов, которые заводят нас порой в тупик. Сегодня у Гомеля парламентары ушиновали память загинувших в Великой Чинной войне и усклали кветки до вечного огня. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».